Открыто. Она была закрыта? Вчера была закрыта, а до этого была открыта. То есть сегодня в нашем приеде они открыты? Да, закрыты. На удивление местных жителей и проверяющих, дверь, ведущая к берегу Волги, в этот раз открыта. Как оказалось, хозяева незаконного заграждения знали, что приедет проверка. В остальное время доступ к воде, никогда общей зоне отдыха, закрыт. Хторят друг другу жители Усинского, одного из поселений села Рождествено. По словам местных, забор появился около двух недель назад. Но даже несмотря на это, диалог с владельцами земли на прибрежной зоне не ладился и раньше. Здесь всегда отдыхали и купались дети с родителями. А сейчас новые соседи гостям не рады. Наши дети ходили всегда сюда купаться. А даже родили, не пускают даже на берег. Отдуваться за соседей вышел предприниматель Антон. Хотя домов в округе как минимум три. По словам мужчины, земля под строительство была куплена законно. А на вопрос депутата Госдумы, как здесь появился забор, предприниматель ответил, что не имеет к этому никакого отношения. Занята и водная гладь. Новые соседи установили в акватории плавающие платформы для котиров. По словам руководителя сельской администрации, строения не зарегистрированы. А следовательно, находятся рядом с берегом незаконно. Владелец платформы Антон говорит, что уже два раза пытался поставить причал на учет в профильном ведомстве. Но сделать этого так и не удалось. Отдел водных ресурсов здесь с нами присутствует. Мы сделаем все, чтобы это все было демонтировано. Но эта история незаконного захвата земли не единственная. Поодаль все на том же берегу обосновались и другие, желающие приобщиться к волжской природе. Пройдя дальше вдоль забора, проверяющие увидели еще как минимум четыре строения. Подошли к самому заметному. Огромная особняка, во дворе множество транспортных средств. Прямо напротив частного причала. Все также закрыто забором. Доступ к воде ограничен. Работает пункт охраны. Постояльцы на контакт с ревизорами не идут. Чуть дальше от этого здания идет стройка. Возводят еще один дом. Все меньше пространства остается для подхода и проезда. Возникнет здесь пожар, к воде не доберется даже спецмашина. А это уже серьезное нарушение. Благодаря обращениям местных жителей поселения Усинский, теперь ситуация с ограничением доступа к берегу Волги на контроле не только местной администрации надзорных ведомств, но и депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Сами дома находятся законно. Они находятся на частной территории, не в водоохранной зоне. Но по водному кодексу должен быть обеспечен доступ к 20-метровой зоне, к воде. И никакими ограждениями, никакими заборами препятствовать прохождению прохода людей туда никто права не имеет. По итогам выезда делегация выработала алгоритм дальнейших действий. Будет проведена дополнительная проверка силами уполномоченных органов. Затем прокуратура проработает вопрос обращения с исками в суд. С одной стороны, о демонтаже всех незаконных объектов, которые находятся в водоохранной зоне. А с другой стороны, об обеспечении доступа гражданам к воде и становление так называемого сервитута для пожарного проезда. Проверка должна пройти достаточно быстро и привести к торжеству закона и защите прав людей, подытожил парламентарий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.